Сабанас Хайрловс, на Саиге Сириле. Доброе утро, уважаемые телезрители. Театр для детей – это невероятное приключение, где они могут познакомиться с различными персонажами и проникнуться их эмоционально насыщенной игрой. Театр для детей – это не просто развлечение, это возможность погрузиться в другой мир и почувствовать себя героями. Дом культуры Муниципе Акамрад приглашает детей прикоснуться к театральному искусству и познакомиться с разными жанрами и формами искусства. И сегодня у нас в гостях утренней программы актриса музыкально-драматического театра имени Савелия Кёся, актриса кино, заслуженный работник культуры Гагаузии Марина Манжул. Доброе утро, Марина. Доброе утро. Как настроение? С утра всегда хорошо. Марина, очень рада видеть вас у нас сегодня в гостях, в гостях утренней программы. Еще более радостно мне видеть вас на сценах, потому что вы сыграли множество ролей от драматических до комедийных, и наоборот, больше комедийных, что называется, от Снегурочки до Бабы-Яги и не только. Була. Что значит для вас театр? Театр – это жизнь для меня во всяком случае. Это моя отдушина, это то, чем мне нравится заниматься. Это мир приключений, в котором мы находимся, и в который нас погружает определенная пьеса, драма, комедия. То есть началось с того, что театр для меня – это жизнь. Это все. Ну, для многих, может быть, не прикоснувшихся к искусству, кажется, что это очень просто. Это баловство. Ты вышел на сцену, ты побегал, там что-то сказал, что-то там исполнил, успел. Но за кулисье… Совершенно неверные предположения. И каждый раз, когда мы слышим иногда, что, чем они там занимаются, нас это обижает. Но, тем не менее, когда человек, который скептически относился ко всему тому, чем занимаемся мы, то есть это театральное искусство, это нахождение на сцене, это те же самые концерты, мероприятия, как только они попадают к нам на сцену, у них начинаются, скажем так, вот эти вот панические атаки, испуги. И я почему говорю, потому что мы не только же в Доме культуры занимаемся постановками спектаклей, пьес. Мы же работали и работаем над какими-то программами, над какими-то шоу-конкурсами. И индивидуально с каждым человеком приходится работать и объяснять, показывать. И даже с артистами, которые у нас тоже принимали участие в конкурсах, даже с ними было сложновато работать, потому что они не понимали, что мы хотим от них. Потому что нужно уметь выйти на сцену, уметь выдержать паузу. Мне сказалось, что вы это спою и все. Нет. Это должно быть артистизм. Он должен прямо выпирать из человека. То есть ты на сцене ставишь перед собой четвертую стену, никого не видишь, если боишься даже зрителей. Ты просто работаешь в кайф, в удовольствие для себя и не выбираешь вот эту вот точку вдалеке, там где-то вдали зала и смотришь только на точку. Нет. Это все то, о чем мы хотим говорить, в принципе, и детям, которых мы хотим набрать, и тем людям, которые соприкасаются со сценой. Мы убираем все их зажимы, все их зажатости. То есть это работа. Работа индивидуальная над каждым человеком, кто к нам придет. Начала с конкурсов. Говорю уже, удивилась тому, что даже артисты, которые не единожды участвовали у нас на мероприятиях, как говорится, ступили на сцену. Даже они были несколько зажаты. И вот приходилось даже... Ну, человеческий фактор, волнение присутствует всегда. Волнение, оно и у нас присутствует. Это нормальное мнение. Нельзя выходить на сцену без волнения. Так же, как и у вас. Нельзя начинать программу без волнения. Если мы не волнуемся, значит, нам все равно. Значит, мы не живем. Да. Я когда-то задавала вопрос Пётру Ивановичу Мойся, потому что он был таким бессменным ведущим. Это голос. Да, это голос. Голос без волнения. Он сказал, что волнение есть всегда, потому что я живу, я чувствую, я понимаю, что я работаю для зрителя, я понимаю, что я работаю для таких же живых людей. Поэтому, конечно, вот эти вот навыки, которые вы даёте и артистам, и сейчас подрастающим поколениям, да, это дорогого стоит. И потом безмерно благодарны. Безмерно благодарны. Потому что реально им казалось так, а вышло совсем по-другому. Было время, когда мы реально работали даже с артистами. Я считаю, что... Ну, работа ваша, это, по-моему, все 24 часа. То есть оно не было, оно есть и будет, дай бог. Вот поэтому. Да, я хотела спросить, ваша работа, ваша деятельность, ваша любовь, это, можно сказать, исполнение детской мечты? Сто процентов. Я, наверное, как каждая девочка, которая появляется на свет, начинает расти желание или мечта каждой девчонки, когда задаёшь ей вопрос, с кем ты хочешь стать, хочу стать артисткой. Вот, я не знаю, было это у вас или нет, но... У многих. Я так отвечала. При всём при этом я была очень скромным, зажатым ребёнком. И я училась в Кишинёве совсем в другом, так скажем, направлении. Сюда к нам поступила. Совершенно спонтанно переехала с Кишинёва и не знала, куда с себя дети попробовала. Но случайностей не бывает. Скорее всего, да. Наверное, что-то всё-таки вами двигало. Может быть, вот эта всё-таки детская мечта, она материализовалась? Может быть, может быть, конечно. Кто-то сподвиг, кто-то вот дал какой-то такой толчок. Да, 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 знакомая моя, мы учились в параллельных классах. Она уже поступила, она была уже курсом старше и предложила. И даже сейчас, по сей день, мы работаем вместе с ней в театре. Аня Спотаренко. То есть она мне предложила, я говорю, да нет, у меня не получится. А потом думаю, а почему бы и нет? Получилось. Хочу огромное спасибо и ещё раз вспомнить наших преподавателей. Екатерина Жекова научили многому. Светлана Драганова. Покойный Денис Таносоглу. Я почему-то ему понравилась фактурно, не знаю. Хотя многие сомневались. Да, и ваш отец. Абрамов Николай Васильевич. Абрамов Николай Васильевич. Благодарю. Да, он тоже очень помог. Он сказал, у тебя получится. И, то есть, набравшись духа, пошла и пошла. Ну, вы называли такие имена Денис Таносогла, да, то есть и савелийки вся вам приходилось работать. Савелий, да, он покойный, царство небесное, это человек, который, когда заходил к нам в театр, мы замирали. У нас открывались два больших глаза, мы открывали свои рты, так грубо скажем. И он, когда начинал нам говорить, это было, знаете, как введение в гипноз. То есть, мы не хотели упустить ни одного его жеста, ни одного его слова. Мы погружались в него, и он просто нам говорил, и мы делали. То есть, ему даже показывать не надо было. Вот он стоял внизу, а мы находились на сцене, он просто нам говорил. И мы, слушая его, у нас все получалось. Это человек с большой буквы, это талантище. Жаль, конечно, что его нет с нами. Ну, вы достойно несете его продолжение, его навыки развиваете. Ну, и его, и, в общем-то, всех педагогов привлекаете детей. Ведь театр для детей – это мир, где дети себя чувствуют свободными, могут проявить свои таланты. И вы приглашаете их обучать актерскому мастерству, и не только. Мы вообще хотим собрать детей. У нас были детки, с которыми мы работали. Но, опять же, хочу сказать, мы на совершенно полном энтузиазме работали. Сейчас у нас получится открыть реально театральную детскую студию. Спасибо Сергею Ильичу. С Нового года у нас будет финансирование. Это две ставки, это немного, но тем не менее. И мы хотим собрать детей от мала до велика. То есть в рекламе, конечно, с 7 до 13, но если есть родители, которые видят потенциал в своем ребенке, желание выступить, то есть вот эти вот навыки, которые сам родитель видит. Ребенок в себе не замечает, он просто активный, и все. Но родитель-то замечает своего ребенка, и он видит, что в нем избыток, вот этот комок энергии, который взорвется и может взорваться. Именно у нас на сцене, он видит, и если ребенку 5 лет, пожалуйста, мы готовы принять. Это будет отдельная группа малышей, с которыми тоже очень интересно работать, с которыми мы будем ставить от А до Я. Мы хотим поработать над техникой речи, мы хотим поработать над этюдами, мы хотим поработать над начальными шагами, которые потом в жизни... Я вот всегда говорю, может быть, я сомневалась в выборе профессии, думала в 90-е годы, ну где, ну куда я, а потом думаю, блин, ну и что? Даже если я не найду работу по своей профессии, мне это так помогло в жизни открыться, так помогло научить жизни, потому что театр учит жизни. И реально я благодарна тому, что я на самом деле отучилась, что нам дали вот этот фундамент, даже не фундамент, нам построили целую крепость театра. Это наши педагоги, мы миллион раз буду говорить им спасибо за то, что они нас научили этому. А потом мы уже все это воплощаем. Сейчас мы хотим детей тоже. Конечно, это не университет, конечно, это даже, скажем так, не колледж, но... Но это такие первые шаги, это основа, это база все равно будет для детей, потому что вы им раскроете новый мир, другой мир, где есть эмоции, где есть и слезы, и радость, и умение держать себя на сцене. Я хотела бы, чтобы вы все-таки подробнее рассказали, чему именно, какие еще... Каждый раз, работая с детьми, дети иногда не понимают, что именно мы от них хотим. Мы хотим в первую очередь... Вы знаете, взрослые, наверное, не все понимают, потому что, опять же, те, кто не вступил за кулисы. Есть дети, которые, вот как я говорила, гиперактивные, есть дети-зажатые. Но в них скрыт этот талант. Может быть, они даже не знают, что он у них есть. Так вот, мы хотим гиперактивным рассказать, где можно применить свою активность, как ее можно применить. А зажатых детей мы хотим раскрыть. Мы хотим убрать все значки зажатости. Каждый ребенок имеет определенный характер. То есть мы начнем с того... Начнем просто говорить о том, что такое театр, что такое сцена. Культура речи. До культуры речи мы дойдем. Сначала скажем о том, что такое сцена. Как себя нужно вести на сцене. Потому что есть такие правила сценические. То есть всему мы этому будем обучать. Не поверачиваться к зрителю определенной точкой. Не выглядывать из-за кулис. Всему этому мы хотим научить. Потом будут у нас тренинги детские. Будут этюды тоже. Все это с этого начинается. Зачины. Что такое зачин? Это мини-сценки. Мы не сразу выйдем на сцену. Я сразу это говорю. Это надо работать. Хотя бы три месяца или полгода мы будем работать. И только потом мы выйдем на сцену. Но всему этому, как себя вести на сцене, мы будем обучать. Мы будем их раскрепощать. Мы будем их раскрывать. В них весь потенциал, все таланты. Техника речи. Это то же самое. То есть подача голоса, посыл голоса, звуки, гласные, согласные. Очень много есть упражнений, с которыми мы будем работать. И так же усиленно мы будем каждое занятие начинать с учения, с методов дыхательных упражнений. Если даже говорю, опять же, ребенку это не поможет на сцене, в выборе профессии, то в жизни это поможет обязательно. Мы каждое занятие начинали с определенных упражнений. Без них никак. И мы, будучи являясь студентами, мы никогда не болели простудными заболеваниями. Потому что это дыхательные упражнения. Это легкие. Это легкие, это умение дыхать, дышать правильно. То есть вот такого плана. И каждый ребенок, он, скажем так, имеет определенную фантазию, навыки. И наша задача раскрыть. Ну, во всяком случае, это расширит кругозор ребенка. И опять же, посмотреть на этот мир другими глазами. Конечно. Может быть, многого мы не обещаем, но азам постараемся научить. Если даже, к сожалению, наверное, мы, вот после нас было пару курсов, которые обучились актерскому мастерству, режиссуре. Больше, к сожалению, наш университет не произведил наборы. И, может быть, в последующие годы, либо колледж, либо университет, может, начнут открываться снова наши специальности, наша профессия. И этим детям это, может быть, поможет. И они тоже когда-то станут нам заменой, потому что реально у нас замены нет. И это очень страшно, когда в театрах нет молодежи, когда в театрах нет студентов, которые могут нам помочь в постановке определенного спектакля, когда нужны массовки. Ну, это тоже очень большая проблема для театров наших. У нас немного театров, но тем не менее, когда мы ездим в другие театры и видим вот эту совокупность студенчества, студентов и труппы, это очень красиво получается. То есть они друг другу помогают, студенты раскрываются, студентам это дальше помогает в учебе, а постановка становится гораздо краше, красивее и более зрелищной. Вот Вы сейчас сказали чуть ранее, что родитель определяет, видит у ребенка определенный талант, может он красиво читать стихи, или может он очень эмоционально рассказывает, умеет хорошо рассказать и показать то или иное действие. Я не хочу, не хочу, перебила Вас, не хочу, конечно, обидеть наших преподавателей в школах, они все прекрасно обучают, дети учат стихи, но когда к нам приходят и мы иногда слушаем, то есть мы даже стихи читаем по-другому. Конечно. Есть главное слово в каждой фразе, в каждом предложении, мы будем их выделять, мы будем логические паузы, мы объясним, что это такое и ребенок совершенно по-другому начнет воспринимать даже те же самые стихи, которые он учил в школе и думал, что я на 10 ярко рассказала стихи. Ты рассказала, либо ты рассказала это с душой и с правильной расстановкой. Это нужно понимать, я всегда говорю, каждому ребенку говорю, понимай, ты должен понимать, о чем ты говоришь, потому что взубрить это не наша история. Если даже ты где-то забыл и ты помнишь, о чем ты, ты можешь заменить это слово, ну я так делаю. Я знаю, что вы много импровизируете, вот хотела узнать, да-да-да, насколько, это мы вы тоже обучаете? Конечно, это мы не будем обучать, это мы будем их подводить к этому. Чтобы не потеряться на сцене, да? Но мы будем к этому подводить, и если они начнут импровизировать, это значит, ну вот просто я буду стоять и кричать «Браво!». Потому что импровизация, мне кажется, это просто жизнь, то есть ты то же самое, может быть, сказала в другой своей интерпретации, насколько это ты чувствуешь. Это ставишь своего партнера в такие условия, предлагаемые, что те, кто не умеет, они просто в что были, а кто уже научился, они вот. И мне так интересно наблюдать за этим, я сегодня сделаю так, сегодня так, и посмотрим, как ты выкручишься. Но помогаете при этом, я так, конечно. Я говорю, никогда не зубрите, не зубрите, мы не сидим, не зубрим. Мы в процессе репетиции даже, как вам сказать, не запоминаем эти слова, эти слова в нас пропитываются, вот как губка. То есть каждый спектакль – это чья-то определенная жизнь, и в эту жизнь мы должны показать. И говорю же опять, если партнер к тебе обращается и смотрит на тебя взглядом своим, ты можешь сказать не ту фразу, которую написал драматург, но если ты скажешь от себя, и это не идет в разрез спектаклю, то это дорогого стоит. Для меня, например, импровизация – это… Мы даже студентами были, мы импровизировали. И, конечно, это не давало нам больше больших плюсов. Марин, но не секрет, что работа с детьми – это колоссальный труд. Это очень кропотливый, очень сложный. Как вы сказали, вы готовы работать с гиперактивными детьми, но это на самом деле гениальная просто работа, потрясающая. Ну, это интересно. Это интересно, потому что по итогу, когда уже мы увидим, для чего мы их собрали, собрали, для чего, в принципе, мы открываем. У нас был кружок, опять же, повторяюсь, ребята выросли, уехали, разъехались. Мы на 9 мая на Масленицу какие-то мини-сценки делали с ребятами, ну, выросли. Поэтому мы нуждаемся сейчас в новом, как говорится, потоке, в новом поколении. И это очень большой интерес. Многому нам приходится учиться у детей. Вот сидишь, наблюдаешь за ними и просто умиляешься. И реально очень многого узнаешь от них нового. Поэтому я думаю, что если реально родитель видит в своем ребенке творческую личность, понимает о том, что в нем есть некий талант скрытый, ну, в школе от того, что они заняты, ну, негде его реализовать. Поэтому приходите к нам. Как можно к вам записаться, как можно к вам попасть? Просто там есть номера телефонов, можно просто позвонить. Реклама в Фейсбуке. Также мы по городу распространим рекламу. Мы поговорим индивидуально с каждым родителем. Это будут определенные кастинги? Что-то ребенок должен подготовить? Или вот вы в процессе да? Да. Но сначала мы всех запишем. Потом мы скажем о том, что нужно нам подготовить. То же самое стихотворение. Либо какую-нибудь прозу, либо какую-нибудь басинку. То есть грузить особо не будем. Это, опять же, не учебное заведение. Мы просто будем работать в кайф с детьми. Мы с них ничего требовать особого не будем. Оценок ставить не будем. Но то, что им будет нравиться, это мы гарантируем. То, что им пойдет на пользу. Да. Уважаемые телезрители, уважаемые родители, доверьтесь профессионалам. И я уверена, что все получится. И ваш ребенок познает тот необыкновенный мир искусства, в который привлекут наши профессионалы нашего города, муниципального дома культуры Камрад. Да, спасибо. Да, ну я думаю, что все мы рассказали-рассказали. Если есть у вас определенное пожелание или еще такое приглашение, пожалуйста, ваша камера. Да, вот опять же хочу обратиться ко всем родителям. А может, даже если родители сильно заняты, там ребенок постарше. Пожалуйста, если вы хотите к нам в ДК для того, чтобы раскрепоститься, для того, чтобы понять азы театрального искусства, для того, чтобы расширить свой обзор, свою фантазию, для того, чтобы просто выйти на сцену, не бояться зрителя, для того, чтобы раскрыть свои голосовые данные, то есть посыл голоса, для того, чтобы, может быть, где-то что-то стать какими-то ведущими. Мы этому всему готовы научить, как правильно говорить. Ораторское искусство. Ну, в общем, очень много перечней. А также для того, чтобы, если у вас есть желание выступать на сцене, в сказках, спектаклях, мы вас ждем, ребята. Приходите к нам, с нами будет интересно. Да, театры для детей – это не просто развлечение, это важный элемент их развития, поэтому рекомендуем всем родителям и педагогам посещать театры с детьми и заботиться о нашем будущем поколении. У нас сегодня в гостях была Марина Манужул, актриса театра и кино, заслуженный работник культуры Гагаузии. Благодарю, Марина. Спасибо. Всего доброго, удачи. Всего доброго. И хорошего вам такого посыла, хорошего настроения. Спасибо. Будет больше детей и будем рады видеть вас на сценах вместе с детьми. Спасибо большое. Спасибо большое. Хорошего дня. Надеюсь на то, что желающие будут. Обязательно. Спасибо.